Дорогие раки, у вас прям три старших аркана, ничего не поделаешь. В совете карт – солнце, в антисовете – суд и в уроке в этом месяце – дьявол. Наверное, я буду очень кратко, очень. Значит, для тех, кто свободен, солнце, конечно же, это оптимизм, это вера в то, что в любви все возрасты покорны. И для вас, и для нас, и для них, для всех есть место под солнцем, для всех, для всех есть пара где-то. То есть вера в себя, вера в свои силы, оптимизм, открытость миру, готовность любить. Суд в качестве антисовета – это серьёзные решения, серьёзные вещи, которые… Ну что такое страшный суд, да, то есть это последний суд, то есть после этого уже жизнь не будет прежней. Соответственно, это грандиозные какие-то события, грандиозные вещи, как заключение брака, как серьёзный какой-то разговор, после которого может всё измениться абсолютно, уже не будет никогда после этого прежним. Вот эти все реконструкции, они в антисовете. А также суд – это возобновление каких-то прежних отношений. Но это в антисовете. Не могу ничего сказать, я просто могу интерпретировать карту и объяснить, а что это конкретно в вашем случае будет значить, мне трудно сказать. Урок по дьяволу всегда, конечно, и сложный, и простой. Надо разобраться со своими теневыми сторонами. Что является нашей тенью? Где нас подстригают собственные ловушки нашего, глубин нашего подсознания? Где мы там бродим? На что мы ведёмся? Потому что все люди, абсолютно все люди, только кроме святых, у всех людей есть положительные стороны и отрицательные, есть свои достоинства и недостатки, тёмные и светлые. Ну что тут сделаешь? Мы же живые люди. Так вот у вас задача, дорогие раки, в этом месяце – разобраться со своими теневыми сторонами и осознать, что именно является вашей тенью. Для людей семейных, для семейных раков я бы сказала, что, конечно же, надо любить по солнцу, да, надо быть открытым, честным со своим партнёром, стараться освещать, быть самому или самой солнышком в этих отношениях, быть искренним, быть оптимистичным, верить, что всё наладится. И, судя по всему, этот месяц не для серьёзных разборов полётов, не для серьёзных разговоров. И, наверное, даже развод не самая лучшая мысль в ноябре, потому что, может быть, вы потом об этом пожалеете, потому что суд, который стоит в антисовете, это всё вот эти грандиозные перетрубации, они в антисовете. И я говорю, даже в такой, знаете, когда вот серьёзно, я хочу поговорить там с ним или с ней серьёзно, вот прям как по существу, вот это в антисовете по каким-то причинам. Надо просто любить, верить, радоваться, постараться более оптимистично прожить этот месяц, не учиняя этих разборок. Ну и опять дьявол, понимаете, это всё понять, что, например, что меня раздражает, от чего я так себя веду, что запускает этот механизм. То есть разобраться с собственными тенями, понять их, осознать их, принять их и знать, что это вот, вот это, вот на это я ведусь. Так, надо как-то с этим что-то делать. Ну и, ну и вот, и вот так вот, дорогие раки. Я вам, в принципе, видимо, у вас будет такое грандиозное месяц, такие старшие арканы, мощные, серьёзные. Так что не наделайте никаких глупостей. Я желаю вам любви, вот того солнышка, счастья, удачи во всём. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok